Сейчас я расскажу вам о своей утренней бьюти-рутине. Жаль, прям вообще, если бы у меня был мужик, он бы от меня сбежал. Мне повезло, у меня нет мужика, и никто не храпит под боком. Как это называется слово, когда тебя преследуют? Боже, как оно пахнет, это просто космос. 10 тысяч долларов за матрас. Наркоты насыпал и 20 грамм на черный день. Да, я побухиваю. А вы думали, я как по утрам выгляжу? Субтитры сделал DimaTorzok 8 часов в сутки, иначе я просто неактивна. Я на сон поменяю все. Мой матрас, это проустроил строительство в мире матрасов. Я свою кровать люблю больше, чем свою машину. 10 тысяч долларов за матрас. Капец. Мне повезло, у меня нет мужика, и никто не храпит под боком. Это реально плюс одиночество. Одиночество! В поездках я сплю всегда с подругой, и она, просто для нее это, принц, самая шокирующая история, когда я ложусь и просыпаюсь в одном положении. То есть она говорит, что такое ощущение, что рядом спит кукла. Это годы тренировок. Когда у меня были проблемы с пищеварением и отечностью, я научила себя вот так ложиться и не шевелиться. Просто научилась спать без подушки, ровно, я ложусь, вот так себя обнимаю, и все, и засыпаю, и так же просыпаюсь. Впервые я познакомилась с матчей лет 20 назад в далеком модельном прошлом в Токио, где я работала по контракту с модельным агентством. После этого я о ней вспомнила, когда была зависима от кофе. Я была маньяк дабл эспрессо. Мне кажется, меня так люди за спиной называли. А я заходила, дабл эспрессо, дабл эспрессо. После этого, конечно, у меня началась тахикардия, эффект влажных рук. Как это называется слово, когда тебя преследуют? Параномия, да. Состояние тревоги и волнения. Если вы тоже хотите избавиться от кофейной зависимости, напишите прямо сейчас в комментариях, и я вам расскажу, как. А потом в моей жизни появилась мача. Значит, я вам расскажу сегодня, как ее готовить. Мача. Это зеленый чай. То есть, это почечки, которые созревают, их накрывают темной тканью, и они там дозревают, накапливают антиоксиданты, их консервируют, мелят, измельчают, сушат. В общем, короче, это порошок. Он должен быть яркого цвета. Очень важно, потому что, когда мне присылают в комментариях какой-то землянисто-темный-зеленый, я сразу говорю, это пить нельзя. Это алиэкспресс. No. Я много лет пью одну мачу, производитель. Я название не выговорю, вот так вот выглядят баночки. Можете про нее почитать. Для меня это самая качественная мача. Ой, здесь пусто. Вот жлобиха в банки собираю. Стоимость такой мачи за 40 грамм может стоить 15 долларов, а может стоить 300 долларов. То есть все зависит от сорта. Вот у меня есть такая дорогая из маленьких. Могу себе позволить. Только 20 грамм. Все на матрас ушло. 10 тысяч долларов за матрас. Эту мачу я пью по вечерам, потому что она самая мягкая, самая нежная, практически не содержит кофеина. То есть это элитная сорта. Ее стоимость за 20 грамм достигает 200 долларов за паночку. Этой мачи я вас угощать не буду, я вам сделаю подешевле. Для приготовления мачи нужен обязательно сито. Обычное сито из эпицентра за 5 долларов, потому что мачу нужно взрыхлить, для того, чтобы не было комков. Температура воды должна составлять 60-65 градусов, иначе мачи будет горчить. Мы наливаем примерно 40 грамм. И такими зигзагообразными движениями взбиваем мачу. Да, есть очень много современных девайсов, такие как капучинаторы. Люди их используют. Это не моя техника. Я считаю, что мача это что-то традиционное, что должно оставаться. Это занимает 2 минуты, но это такая сродни медитации. А, у меня есть специальный набор для поездок. Я думала, здесь пусто. Вот он у меня, видите? Вот так я езжу. Это для маникюра. Вот так вот выглядит мой travel set. Вот здесь у меня специальная такая маленькая, покороче, чаша. Я с ней езжу. Венчик дорожный. Я это все кладу в сумочку. Беру с собой несколько баночек, потому что когда мачо у меня заканчивается, я становлюсь не очень приятной, агрессивной Наташей. Наташа не очень счастлива, когда она без мачо, поэтому я всегда беру с собой впрок, скажем, 40 грамм и 20 грамм на черный день. Блин, звучит, типа я, знаете, наркоты насыпала и 20 грамм на черный день. А сейчас я вам покажу свой холодильник, потому что время завтракать. Реально, вы же не думали, что здесь еда. Это пища для моего лица. Это пища для моей души. А здесь после пищи для души кое-какие-то экспресс-методы, чтобы лицо привести в порядок. Очень люблю все маски тканевые, гидрогелевые хранить в холодильнике. Работают в разы лучше. Также здесь моя любимая криомаска, которая называется... Как это слово? А, похмельные! Антипохмельная маска есть. Маски сюда и... Да, я побухиваю. Да, это тот человек, который пишет вам колонки о вреде алкоголя. Это он. Кристалл 2004 года. Стоимость этой бутылки... Слушайте, я не зря работала для того, чтобы создать себе офигенные условия. Я 10 лет пахала, не ела, болела анорексией, булимией, и теперь я просто хочу жить в роскоши. Можно? Поэтому у меня хороший холодильник, и я пью кристалл. Сейчас я расскажу вам о своей утренней бьюти-рутине и расскажу о пяти ужасных ошибках, просто очень страшных, которые совершают многие девушки, каждое утро, из дня в день, убивая свою кожу. Ошибка номер один. Утреннее и вечернее умывание это два абсолютно разных умывания, и вам нужны два абсолютно разные средства. Утром мы не можем использовать мицеллярную воду или средства с мицеллами, а вечером они нам необходимы для того, чтобы снять всю грязь, скопленную на коже за день, макияж и, в общем, все остальное. Для утреннего умывания я выбираю пенки. Вот у меня моя любимая пенка Ларошон, которая содержит в себе фруктовые кислоты и дает просто классное, легкое чувство свежести на лице. Ой, подождите, секондос, я же не надела свою повязку. А вы думали, я как по утрам выгляжу? Жесть вообще, если бы у меня был мужик, он бы от меня сбежал просто. Боже, как она пахнет, это просто космос. На, понюхай. Я ее оставляю на две минуты. Мне прям нравится, как эти пузырьки лопаются на мне. Даже среди недорогой косметики всегда есть мягкие нейтральные средства для умывания. Потом я наношу патчи. Я сейчас пользуюсь вот этими розидроп, они, в принципе, антивозрастные. Для всех девочек 30+, ну, даже можно 35. Банки хватает на курс 2 месяца, наносить нужно через день и не чаще. Слушайте, я когда смотрю инстаграмы, вижу люди, как по полдня, они наклеят эти патчи, и полдня с ними ходят, у меня просто останавливается сердце. На самом деле, все патчи можно носить не более 20 минут, а гидрогелевые и того меньше. Иначе просто начинается обратный эффект. Вы нанесли патчи, они вас увлажнили, а через 20 минут они начинают втягивать в себя всю влагу, забирая еще ваш ресурс на всякий случай. Поэтому, когда вы снимаете эти засохшие патчи и видите, как у вас все сморщилось, вспоминайте меня и говорите «А Гоцей говорила!» И это ошибка номер 2. Все, теперь я замерла, не двигаюсь 20 минут, пока мои патчи убирают мои морщины. Морщины. Пока мои патчи работают, я нанесу маску на остальное лицо. Это крио-маска Ларошон, который содержит в себе мяту и ментол. И я храню ее в холодильнике для пущего эффекта, для того, чтобы кожа прям взбодрилась. Я нанесла масочку. У меня еще есть любимый девайс Рифа, который я делаю исключительно в полулежачем или лежачем положении. И это еще одна катастрофическая ошибка, когда девчонки едут в машине и просто по сухой коже себе растягивают. Этого делать категорически нельзя. Нет, нет, нет. Мы ложимся, и 20 минут, пока работают патчи и маска, мы просто кайфуем. Все, патчи подействовали, масочка тоже. Плюс массажик. Свежа, хороша, как майская роза. Так, в принципе, 35 и не дашь. Ошибка номер 3. Многие игнорируют тонизацию кожи. Я тебя не игнорирую. Я пользуюсь Medic Aid. Это британская космоцевтика. Очень мне нравится. У меня балансинг тонер. Он увлажняет. Вот тут написано «HUD RATING SKIN». Yes, yes. Его можно использовать и утром, и вечером. Особенно для сухой кожи. Смотрите обязательно состав, потому что тоники бывают с кислотами. И их утром применять нельзя. Я была шокирована. Как оказалось, многие используют один крем для всего лица и для зоны вокруг глаз, которая совершенно другая кожа. Она мягкая, деликатная. Я использую утром сыворотку «Розе Дроп». И после этого я использую крем «Перекон». А теперь я готова поспорить, что 90% всех вас совершают пятую ошибку. Не используют SPF в защиту от солнца круглый год. У меня в уходе «Медик Эйдса» с SPF 30. Крема с SPF круглый год. И самая главная ошибка, которую вы можете сделать, это не подписаться на мой канал. Сегодня я разыграю бьюти-бокс со своими любимыми средствами по уходу за лицом. Условия розыгрыша очень просты. Вам нужно быть подписанным на канал, поставить лайк и в комментариях напишите, как выглядит ваша утренняя кьюти-рутина. Оу, я!